Привет, как дела? Сегодня в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге впервые будет проходить бал дебютантов. Как это будет выглядеть? Сегодня об этом рассказ. Итак, узнав о том, что 12 июня, в День России, в Санкт-Петербурге в Российском этнографическом музее будет проходить первый бал дебютантов, я запросила туда аккредитацию. Надо сказать, что у меня уже был опыт съемок таких балов, как в Лондоне я три раза ходила, посещала русский бал, так и в Санкт-Петербурге. Я сразу же после приезда из Англии посетила Дрезденский оперный бал, который тоже впервые проходил в Санкт-Петербурге. Если кому интересно, пишите в комментариях, я позже расскажу. В музей я пришла в 6 часов вечера, быстренько переоделась в туалете, так как не хотела ехать в полном наряде на автобусе. И так как до 7.30, до начала самого бала делать было нечего, я стала снимать приезжающих гостей, сам мраморный зал, в котором будет проходить этот бал, ну и себя любимую тоже не забыла. У меня было такое вот синее платье, в которое я еле влезла. Надо сказать, что я его купила в октябре 2017 года, когда уже уезжала из Лондона обратно в Россию, первый мой отъезд в Кембридже на распродаже в Теки Макси. Всего лишь за 7 фунтов. Стоило оно, по-моему, 160 изначально. Это 16 тысяч рублей, а купила я его за 7 фунтов, это 700 рублей. Ну и так как еле влезла, решила накануне, за два дня после того, как мне дали аккредитацию, сесть на диету и вот влезла, но спину пришлось оставить открытой, так как замок не сходился. Но об этом я расскажу на дзене. Кому интересно, оставлю ссылочку на статью внизу, как я выкручивалась из этой ситуации. В итоге гости потихонечку стекались в мраморный зал, все фотографировались, дамы в великолепных нарядах, такие блестящие, с мехами, с жемчугами, с бриллиантами. Они приходили и фотографировались вот в этом зале. Кто-то сидел за столиками, кто-то прогуливался по верхнему этажу, по колоннаде. В общем, все размещались постепенно и ждали открытия бала. Я, конечно же, так как изначально была гламурным репортером, старалась поснимать побольше дамских туалетов, конкретно «goalm» это называется по-английски, то есть праздничный наряд, наряд на выход. И вот такие вот у нас женщины, вот так вот они красиво одеваются и ведут себя достойно. Все в основном были с выпрямленными спинами и в разноцветных нарядах. Ну а также среди них встречались дебютанты, которые готовились к своему выступлению. Также, пока я ждала начала бала, прочитала программку, которую мне дали, где было написано, что организатором проекта является Международная ассоциация балов. Мероприятие направлено на формирование семейных и морально-нравственных ценностей у студентов Санкт-Петербурга через приобщение к культуре современных балов и знакомство с культурой танцевального отдыха. На первом балу у дебютантов участвовали студенты восьми крупнейших вузов Санкт-Петербурга, а идейными вдохновителями бала стали Михаил и Юлия Грибовы. Семейная пара известных профессиональных танцоров, организаторов самых танцевальных событий и балов в Санкт-Петербурге. Гости ходили, общались между собой, встречались, знакомились, рассаживались за свои столики. И было объявлено, что сейчас начнется бал. На сцену вышел ведущий. Он также пригласил на сцену оркестр, который будет играть весь вечер. И дальше начался бал дебютантов с традиционного танца полонез. Это такой танец, когда дебютанты впервые заходят в зал и предстают перед гостями в своем элегантном, красивом виде. Танец дебютантов – это традиция посвящения молодых людей в возрасте от 18 до 21 года во взрослую жизнь. Также в хореографии используются жесты, проявляющие уважение к старшему поколению. Танец дебютантов на балу исполняли лучшие 80 студентов из 8 вузов Санкт-Петербурга. Благодаря этому полонезу открылась танцевальная часть бала. Танец дебютантов на балу исполняли лучшие 80 студентов. Танец дебютантов на балу исполняли лучшие 80 студентов. Субтитры создавал DimaTorzok Также в программе были использованы танцевальные и музыкальные номера оперных певцов и балета. Как это было, вам показываю сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 После чего дебютанты бала прошлись в праздничном вальсе по мраморному залу и увлекли в танцевальную круговерть всех гостей бала. Как это было, вам показываю сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА